Легенда о том, что американцы в войне ни в чем себе не отказывали, это правда? Это не легенда, это правда. Есть документальные свидетельства, воспоминания очевидцев, что на позиции роты, которая находилась в патруле в джунглях, привозили пиво и мороженое вертолетом. Рота ушла в джунгли на позиции. Когда вечером, это так называемый resupply, то есть это поставка боеприпасов, воды и пищи. Вместе с ней приезжала почта и могли привезти пиво, кока-колу, я имею в виду прохладительные напитки. Это личные заказы солдат? Нет, нет, нет. Снабжение. Если я ничего не путаю, то во время пребывания на базе одна банка пива в день. В качестве рациона. Да, да. С алкоголем в американской армии в Вьетнаме проблем не было никаких. Никаких. На территории базы были бары. И во-вторых, понимаете, здесь же, что важно, опять же, что важно, говоря о локальном конфликте, локальных конфликтах. Так же, как у американцев была прекрасная возможность ходить регулярно увольнительные. И там, скажем, реализовывать потребности молодых людей, как в сексе, так и в алкоголе. То есть были вьетнамские бары, вплоть до того, что, ну, публичные дома, мы все люди взрослые. Вот, базары, на которых покупались фотоаппараты, можно было проявить пленку, можно было купить какой-то японский, японский небольшой транзистор. То есть у них в плане бытового комфорта на базах, американцы, ну, практически ни в чем не нуждались. Потом, опять же, это армия высокого комфорта. Там под каждую винт есть специальная отвертка. И она должна быть. Так, давайте мы перейдем к тому, что... Перейдем к чем... Это ИРП. Да. Это что такое? При выходе с базы в патруль, американский солдат получал с собой индивидуальный рацион питания. Начнем... Это вот эта большая коробка? Нет. Эта большая коробка включает в себя 15... простите, 15... нет, 12. 12 таких вот маленьких коробок, в каждой из которых был разный рацион питания. Это называется meal combat individual, то есть еда боевая индивидуальная. Это на сутки солдат. Да, да. Что входило в эту коробку? Вот сейчас мы возьмем какой-нибудь рацион. А то, что у нас здесь, это настоящее или это... Да, вот вы сейчас видите, это настоящие банки, выкупленные на аукционе. Есть их нельзя. Но можно рисковать. Но можно рисковать. Знаете, это как с грибами. Все грибы можно есть, но некоторые один раз. Поэтому, значит... Сейчас разберемся. Да, значит, в эту коробку входило основная еда. Здесь написано ham and limo beans. Этот рацион американские солдаты не любили. Это ветчина с фасолью. По вкусу вещь совершенно отвратительная. Соответственно, это основное блюдо. Вот это основное блюдо. Да. Вечина с фасоли. Это... Входившее вот в эту коробку. Это обед. Но это очень-очень-очень-очень мало. Ну, как говорили... Вообще с приемами пищи было... Дело обстояло так. Обычно завтракали и ужинали. На обед именно, ну, или в понимании американцев на ланч времени не было. Поэтому добирали, добирали или фруктовыми консервами. Это были персики, какие-то фрукты в собственном соку. Вот здесь шоколадный... Ну, такое шоколадное печенье. Здесь любимая ореховая, арахисовая паста американцев. То есть это хлебцы? Да, хлебцы. И это... Ну, вот, скорее всего... Да, ну, это из другого набора. А вот если брать вот этот, то есть вот эта вот фасоль. Фасоль с ветчиной. Это персики. И здесь крекеры в запаянной банке. И арахисовая паста. Вот что входило в такой рацион. Подождите, вот все, что вы мне сейчас сказали, это какой-то перекус. Ну, это не еда. Ну, вот с точки зрения нашего солдата, я служил в армии. Мы вчера с коллегой обсуждали, что нам давали в армии там на завтрак. Каша, масло вот столько вот, суп второе, компот, хлеба много. Где? Они вот это вот ели, это прям еда. Это не на случай, что-то случилось. Это стандартная еда. Смотрите, Олег, то, о чем говорите вы, вы говорите, когда подразделение находится на казарменном положении. Вас утром строят, все идут в столовую и так далее. Этот рацион использовался в джунглях, когда рота уходила на патрулирование. Патрулирование могло продолжаться около месяца. Рота не находилась в расположении батальона или бригады. Она находилась в джунглях. И вот такие коробки на ежедневной или на регулярной основе вместе с водой, боеприпасами, снаряжением, запасными батареями, радиостанциям, вещами, вертолетами подвозились на так называемую зону высадки. Дополнительно сюда входил так называемый accessory pack, в который входил вот такой вот пакетик, в котором была жевательная резинка, спички. Из-за чего смеются над американцами, что они воевали с жвачкой? Ну ничего страшного. Знаете, жвачку иногда приятно с утра пожевать, если не чистить зубы. Соль, сухие сливки, туалетная бумага. А это? Это зубочистка. Это зубочистка. Зубочистка, зубочистка. А жвачка где? Что из этого жвачка? Вот, в данном пакетике такая жвачка. Вот, и ложка, ложка, где-то тут была прекрасная ложка, вот прекрасная пластмассовая ложка. Что, конечно, это действительно очень просто, и положил, все у тебя с собой, не нужно организовывать там какое-то коллегиальное питание, но на самом деле, как я уже сказал, что во время нахождения роты в роты или взвода подразделения в джунглях, здесь питание было, как правило, двухразовым. И учитывая, что они рационы получали на базе, то мало кто брал с собой полный рацион. Здесь, безусловно, зависело от личных пристрастий самого человека. Кто-то любил одно меню. Вместе питаться персиками. Практически, да, потому что для некоторых это было проще. Периодически горячую пищу в тормозах вертолеты подвозили, но это не всегда было возможно. И, опять же, принимайте внимание вьетнамскую специфику. Очень жаркий, как правило, очень влажный, то есть или дождь льет, или просто очень влажно. Это тяжелый климат. Есть сильно, не хочется. И для... Вот еще такой момент, а на чем вот разогревали пищу? Обычно задается вопрос. Значит, бралась такая, когда банку съедали, в ней с помощью... С помощью... С помощью штык-ножа могли пробивать отверстие. И туда вкладывался тоже выдаваемый каждому солдату индивидуальный рацион, индивидуальный пакетик. Это сухой спирт. Но многие использовали взрывчатку. Для разогревания. Да, для разогревания. Маленький комочек, маленький комочек взрывчатки, брошенный в такую банку... Ускоряет процесс. Ускоряет процесс, да. Потому что, если сказать честно, на таблетках это разогревается плохо и медленно. В основном это использовали для кофе. Теперь вот хочу обязательно показать очень любопытный предмет. Он очень простой, но можно сказать, очень символичный предмет войны в Вьетнаме. Это открывалка Пи-38. С помощью этой открывалки прекрасно открываются консервы. И когда, соответственно, она втыкается вот таким вот образом в банку... Не будем портить банки. Ну, как хотите, можем испортить. А что в ней? Ну, в данной банке вот это шоколадные роллы. Так что, если мы хотим попробовать... Давайте попробуем открыть хлебце. Давайте. Выглядело... Давайте даже не будем его есть. Давайте просто посмотрим, как он выглядит. Мы его откроем с другой стороны. Вот таким вот образом она всовывается. Можно попробовать? Пожалуйста. Так, так. А это в каждом рационе было? А нельзя было это один раз положить? У каждого солдата есть... Она тупица. В смысле тупица? Тупица. Тупица. Лезвие тупица. То есть выдать в начале войны открывалку и воевать... Да, нет, нет, это... Так, подождите. Это ж надо как-то... Вы сейчас приспособитесь и поймете, насколько это быстро и удобно. Вот она пошла. Я понял. Достаточно быстро. Тут есть выемка, которая цепляется за... Край банки. Край банки. И, соответственно... Но это не в каждой программе, но подлинный. Это процесс, да, да. Это процесс на самом деле удобный, но не очень быстрый. Зависит от сноровки и времени, которое отпущено вам, сержантом, на прием пищи. А это что такое? Это открывалка, которая называется Чордж Ки, потому что, ну, как бы напоминает ключ от церкви. Так как во время войны... Я буду пока рассказывать. Да, во время войны во Вьетнаме привычные нам пивные банки не имели кольца. А, ну вот это... Да, да. Такого кольца не было. Поэтому, чтобы открыть пивную банку, использовался вот этот Чордж Ки. Также он использовался, естественно, для открытия бутылок с колой. Ну, для чего-то. А я сейчас открываю банку. Это ей сколько лет? Думаю, что... Думаю, что ей, соответственно, лет, наверное... Ну, больше 50 получается точно. Так, лет 53. Не каждый раз в нашей передаче я своими руками порчу артефакт. Ну вот. Пожалуйста. Так. Ну, пахнет он пылью. Ну, такой, знаете, вот запах. Ну, вот поэтому пробовать мы его все-таки не будем. Ну, я бы не стал. Такой сладковатый. Послушайте, ну, имейте уважение к старости. Ну, да. 50 лет хлебу, друзья, пролежало в банке. Ну, если, короче, если хотите понять, что это такое, купите печенье юбилейное, забудьте его на чердаке лет на пять. И потом вы поймете. Фу, понюхайте. Ну, наверное, это... А может быть, он так и пах. Ну, кто знает. Ну, здесь нужно кому-то додать попробовать. Кто помнит этот запах, боюсь, будет сложно сказать. Особой популярностью еще пользовался соус табаско, с помощью которого отбивался вкус практически любого блюда, потому что, конечно, в целом, американцы к своим рационам относились плохо. Они им не нравились. И вот то, что я вам начал рассказывать, убывая с базы и получая... Убывая с базы в патруль, пехотинцы получали вот такие коробки. И они из них выкидывали то, что им не нужно. Во-первых, потому что это нужно нести на себе. И каждый лишний грамм в рюкзаке... Это пехотинцу очень не нравилось, потому что в целом вес носимого американским пехотинцам снаряжения, вооружения в джунглях был в районе 35 килограмм. Это большой вес, учитывая... Ну, практически, да. Соответственно, что касается уже индивидуального рациона, имеется в виду растворимый кофе, сахар, соль, туалетная бумага. Это делается... Туалетная бумага — это вот это? Да. Это на один раз? Это смотря... Как вы себя чувствуете? Есть умение, что американцы не будут воевать без туалетной бумаги? И правильно сделают. И правильно сделают. Потому что солдат с грязной задницей — это плохой боец. Что говорят исследователи, что говорят... Что читаем в воспоминаниях ветеранов? Во-первых, необходимо в первую очередь учитывать, что одного воюющего, реально воюющего человека, то есть тот, кто находится в джунглях, это пехотинец, это пехотинец армейский, это морской пехотинец, это танкисты, это артиллеристы, это вертолетчики, то есть люди, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, на этих людей во время войны в Вьетнаме приходилось порядка семи человек толового обеспечения. Это люди, которые имеют награду за участие в войне в Вьетнаме, они считаются ветеранами войны в Вьетнаме. Эти люди могли даже никогда не видеть живого партизана. Они находились на огромных американских базах, как база в Беньхуа, в Лонгбине, в Дананге, в Натранге. Это толовые... Ну, они их называли толовые крысы. И эти люди практически были, ну, что называется, как клерки войны. Они находились в большом городе и, скажем так, ни в чем себе не отказывали. Когда мы говорим о тех, кто непосредственно нес на себе основной груз войны, то есть на пехотинцах, то здесь, наверное, основной фактор, влияющий на боеспособность, был личный фактор человека. Потому что, ну, рассматривали несколько... Всегда рассматривалось несколько периодов для военнослужащего. Когда он только пребывал во Вьетнам, он был абсолютно неэффективной единицей. Мы знаем, что в Вьетнам человек приезжал... Армия США посылала своих людей на 12 месяцев, корпус морской пехоты на 13. Перед этим он проходил курсы молодого бойца, курсы базовой подготовки в Соединенных Штатах, потом прибывал в Вьетнам и дальше... И там распределялся в подразделение, которое мы его приписали. Значит, первые два месяца это был практически бессмысленный член подразделения. Он не имел ничего. Все, чем мы его учили, было очень далеко от истины и... Очень напоминает мою армию. Первые два месяца я был совершенно бесполезным членом этого общества. Олег, я думаю, что это то же самое во всех армиях, ведущих хоть какие-то боевые действия. Потому что все, чему учат людей, и здесь, чем лучше армия людей научит тому, что с ними будет там, тем армия будет эффективнее. Тем быстрее человек адаптируется к той ситуации. Потому что без адаптации человека, без некоего времени адаптации человека к ситуации боевой, ее невозможно восстановить ни на каком курсе подготовки. Ни на каком курсе подготовки, извините, вам не покажут, как вашего товарища разрывают на части, но вы не должны ничего делать, кроме одного, что стоит у пулемета, которому вас поставили. И не смотреть, что с ним происходит. Вы должны... Потому что там враг настоящий. И в конце, когда солдату оставалось два месяца до демобилизации, он становился тоже бесполезным, потому что он очень не хотел лезть дальше, чем нужно. Опять же, важно принимать во внимание и тот момент, что были различные периоды войны в Вьетнаме, и пребывающие части имели разный моральный дух. Это тоже очень важный момент. Солдаты 65-го года, это не солдаты 71-го, для которых вообще сама мысль о попадании во Вьетнам казалась адом, ужасом. И они прикладывали все усилия, я имею в виду тех, кто там попадал в линейные части, избежать именно непосредственных боевых действий. Правдами и неправдами они оттуда пытались это избежать. Таким образом, боеспособность солдата была где-то на уровне, то есть мы вычитаем из 12 месяцев практически 8 месяцев. Но комфорт, я думаю, что с моей точки зрения комфорт влиял положительно. Как я уже сказал, уверенность солдата, в первую очередь уверенность солдата в том, что что бы с ним ни произошло, какое бы ранение ни было, он будет доставлен, будет увезен, доставлен в госпиталь и вылечен.